Добрый вечер! Вы смотрите итоговый выпуск программы Вести на РТР Молдова. С вами Алиса Коряк и вот каковы главные итоги нынешней пятницы. До 10 декабря мы узнаем имя кандидата в премьеры. Такое обещание прозвучало после консультации парламентской фракции с президентом. Дождь со снегом будет лить все выходные, обещают синоптики. Каково ждать троллейбус в такую погоду на столичной остановке, выясняла наша съемочная группа. Председатель Центра сберкома стал интернет-героем. В сеть попало видео, на котором Юрий Чекан лихо перепрыгнул через стойку администрации семейного развлекательного комплекса и погнался за местным сотрудником. Зачем он это сделал, расскажем в конце выпуска. Все это и многое другое подробно. Максимум до 10 декабря президенту обещали предложить кандидатов в премьер-министры. Это по итогам консультации с главой государства объявили демократы. Сегодня Николай Тимофти поговорил с тремя парламентскими фракциями. После демократов он побеседовал с либералами, затем с либерал-демократами. Социалисты и коммунисты отказались от консультации, сообщила пресс-служба главы государства. В итоге сегодня мы в любом случае ни имен потенциальных премьер-министров, ни даже заявлений о составе возможной коалиции не услышали. При этом демократы согласны с предложением ЛДПМ выдвинуть на пост премьера человека извне политики. Но эта идея не только до сих пор не усадила две партии за стол переговоров, но и не нашла поддержки у либералов. Мы этот вопрос не обсуждали. Аполитичный, политический? Который раз повторяю, демократию поддерживают политические партии. Что значит аполитичный? Правительство – политический институт, оно проводит реформы и не может быть аполитичным. Значит, ты был аполитичным, а потом стал политическим? Как это? Коалиция, на которой особо настаивают либералы, а именно трехсторонние, с участием ЛДПМ, все еще под вопросом. Либерал-демократы по-прежнему не могут просить демократам отставку правительства Валерия Стрельца и обвинительную тактику бывших партнеров по коалиции. Относительно заявлений и различных нападок до настоящего момента мы были немного смущены. То есть, с одной стороны, нас зовут на переговоры, с другой стороны, риторика весьма агрессивная, а иногда даже манипуляционная. Потому я призвал бы коллег к ответственности, и мы сообщим о наших дальнейших решениях. Дальнейшие решения должен принять политический совет Либеральной демократической партии, который состоится в ближайший понедельник. Напомним, на последнем таком масштабном партийном совещании, три недели назад, ЛДПМ решила не участвовать в переговорах с демократами, но с оговоркой, пока политсовет не примет другое решение. Ни президент, ни его пресс-секретарь после очередных консультаций к журналистам не вышли, чтобы обозначить позицию администрации главы государства. Почему, не объяснили. К другим темам. Талибы опубликовали видео с взятыми в плен пассажирами молдавского вертолета, но власти Молдовы пока не подтвердили его подлинность. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых можно насчитать 13 пленных. Их выстроили колонны и провели по неизвестному городу. По крайней мере, это следует из видеокадров. У многих заложников на лицах ссадины, похожие на результат аварии вертолета. Однако, официальный Кишинев пока не подтверждает подлинность этих кадров. В плену у движения «Талибан» находятся двое граждан нашей страны. Члены экипажа вертолета Молдавской авиакомпании, который во вторник расстреляли в Афганистане. Он совершил экстренную посадку, после чего талибы и захватили в плен оставшихся в живых пассажиров и членов экипажа. Погибли четверо человек, один из них гражданин Молдовы. О других новостях сегодняшнего дня узнаем из следующего обзора событий в рубрике «Короткой строкой». Рената Усатой обещает вернуться в Молдову уже на следующей неделе. Лидер нашей партии сообщил на своей странице в Фейсбуке, что уже на следующей неделе он вернется домой. По его словам, ему сделали операцию, он чувствует себя неплохо. В своем видеообращении мэр Бельц сказал, что намерен каждую неделю разъезжать по стране. Цитата. «Днем я буду в мэрии Бельц, вечерами с протестующими в Палаточном городке Победы, а по воскресеньям я буду разъезжать по городам и селам», сказал он, отметив, что не намерен призывать переворотом. Напомню, в начале ноября Рената Усат улетел в Москву. В социальных сетях он сообщил, что заболел и вынужден отправиться на лечение. В воскресенье социалисты будут переизбирать свое руководство. 29 ноября состоится 13-й съезд ПСРМ. Мероприятие пройдет в Национальном дворце. Некоторые подробности предстоящего события председатель партии Игорь Дадон раскрыл в эфире одного из частных телеканалов. Дадон отметил, что на съезде будут присутствовать высокопоставленные гости из Российской Федерации и стран Европейского Союза. Будут депутаты из Европейского парламента, из Бундестага. Будет делегация депутатов фракции партии «Справедливая Россия» в Госдуме, с которой у партии социалистов подписано соглашение о сотрудничестве. Возглавит делегацию председатель формирования Сергей Миронов. Будут депутаты от «Единой России», в частности всемирно известная Ирина Роднина, сказал лидер ПСРМ. По словам социалистов, всего съезд соберет не менее 2000 делегатов. Пока не подписали новый контракт, старый опять продлят. До конца года договор о поставках природного газа между компанией «Молдова Газ» и российским концерном «Газпром» продлят, чтобы обеспечить население голубым топливом, заявил советник, исполняющий обязанности вице-министра экономики, Валерия Трибоя, Валерий Руссу. По его словам, отставка правительства не повлияет на этот процесс. Цитата. Компании «Молдова Газ» и «Газпром» главные участники переговорного процесса. Министерство экономики, как ответственная госструктура, оказывает поддержку в консультациях по подписанию договора, сказал Руссу. Сам исполняющий обязанности за министра экономики считает, что действующий контракт с «Газпромом» выгоден Молдове. Он истек в конце прошлого года и с тех пор его продлевают. На Терраспольском аэродроме зарегистрировали повышенную активность. На это пожаловалась молдавская делегация Объединенной контрольной комиссии, которая следит за соблюдением договоренности в зоне безопасности. Правобережная делегация, цитата, выражает озабоченность здесь участившимся несанкционированным использованием воздушного пространства в зоне безопасности и в ее непосредственной близости летательными аппаратами Приднестровья. Необходимо отметить, что в течение последних трех месяцев значительно возросла активность полетной деятельности на аэродроме Террасполь. Конец цитаты. В обращении уточняется, что в конце сентября самолет Ан-2, не зарегистрированный в Кишиневе, выполнил семь полетов. При этом зафиксировали нарушения государственной границы Молдовы и Украины. Управление гражданской авиации расценило это как весьма опасный прецедент в обеспечении безопасности полетов. Делегация Молдовы в ОКК обратилась к преднестровским коллегам с просьбой прекратить подобного рода опасные и провокационные действия в периметре зоны безопасности и прилегающих к ней районах. Продолжаем выпуск. Непредсказуемая политическая ситуация, нехватка профессионалов, отсутствие эффективного управления, устаревшая техника. Все это отрицательно сказывается на результатах работы молдавской статистики. Чтобы исправить положение, нужно повысить качество сбора и обработки информации, эффективность ее использования и, как следствие, уровень доверия граждан. Такие выводы прозвучали сегодня во время обсуждения основных положений национальной стратегии развития системы на ближайшие четыре года. Программу разработали в соответствии с существующими европейскими нормами. Она призвана повысить роль официальной статистики в жизни населения и государства. Теперь осталось документ дополнить и отправить на одобрение правительства. Бюро статистики совместно с гражданским обществом оценило свой потенциал и возможности в организации и развитии единой системы инфраструктуры с точки зрения человеческих ресурсов и информационных технологий. Стратегия предусматривает консолидацию единого бюджета для подготовки официальной статистики. Далее поговорим о проблемах городских. Около половины из 300 столичных остановок нуждаются в ремонте. Такие данные нам сообщили в фирме, которая отвечает за состояние остановок. По словам представителей компании, основная проблема в людях, которые своими руками громят крыши, скамейки, бьют стекла. А тем временем синоптики обещают дождливые и холодные выходные. Без крыши и скамеек чаще всего именно так выглядят остановки общественного транспорта в столице. Так что, если дождь или снег, ожидание троллейбуса или автобуса превращается здесь в настоящее испытание. Примерно по 10 заявлений в месяц от недовольных жителей получает фирма, которая установила в городе новые остановки в 2007 году и теперь следит за их состоянием. Часто остановки приходится ремонтировать по второму и даже по третьему кругу. Починка одной станции стоит обычно от 3 до 15 тысяч леев. А денег остановки приносят не так уж много, жалуются в администрации компании. Мы готовы ремонтировать и доводить до отличного внешнего вида столичные остановки, но они будут такими только в том случае, если люди будут поддерживать порядок и не допускать актов вандализма. За этим должны следить как сами жители, так и правовые органы. У нас не так много контрактов на размещение рекламы, ведь клиенты не хотят размещаться в связи с тем, что остановки очень быстро ломают. В столичной полиции нам сказали, что статистики по умышленной поломке остановок не ведут. И сколько именно хулиганов поймали за это, не знают. Люди, конечно, ратуют за то, чтобы вандалов наказывали, а остановки ремонтировали. Все зависит от того, как человек воспитан, потому что, к сожалению, когда дождь, он не стоит здесь под этой крышей в тот момент, а простые люди, которые страдают от этого. И я считаю, что тот, кто ломает, должен нести наказание по полной программе. Стулья не везде, стулья поломаны на многих остановках. Так в центре, может быть, а так на периферии чуть-чуть, там нигде. Можно сказать, что вряд ли одну остановку встретить, где бы не было поломано. Я всем всегда довольна. А если где-то что-то бывает, ну что делать? Значит, переживем как-то. Синоптики объявили желтый код метеоопасности в связи с дождями, со снегом, которые будут идти по всей стране вплоть до воскресенья. А в ночь на 29 ноября ожидаются ливни. Температура воздуха будет от 3 до 8 с плюсом днем и минус 1 до плюс 4 ночью. Далее о буднях другого города Молдовы. Аргеевские мамы будут получать самое большое пособие по рождению ребенка в стране. Мэрия Аргеева объявила сегодня, что с 1 декабря местным семьям будут выплачивать 7 тысяч леев за первого ребенка и 10 тысяч за второго и последующих детей. На сайте Аргеевской мэрии уточняется, что единовременное пособие предназначено семьям, которые официально проживают в городе не меньше года. Они должны зарегистрировать ребенка в ЗАГСе максимум в течение полугода со дня его рождения. Заявки на пособие города Аргеев за новорожденного принимаются 7 декабря на адрес мэрии в Бюро информации населения на имя вице-мэра по социальным вопросам. И забавная новость в завершении. Председатель Центра избиркома Юрий Чекан устроил погоню в столичном роллер-дроме. Видео с камер наблюдения появилось в интернете несколько часов назад. На нем видно, как Чекан гоняется по столичному роллер-дрому Зориле за работником развлекательного комплекса. Юрий Чекан подтвердил нам по телефону, что это именно он устроил погоню за администратором клуба. Он говорит, что мужчина за стойкой вел себя агрессивно по отношению к его детям и супруге, грубил и оскорблял их. В частности, когда Чекан с семьей уже выходили из клуба, администратор показал им неприличный жест, за что его и решил проучить председатель ЦИКа. По словам Юрия Чекана, между защитой семьи и общественным мнением он всегда выбирает первое. Узнать версию администратора, который убегал от председателя ЦИКа, оказалось невозможным. В развлекательном комплексе Зориле нам ответили, что он не хочет отвечать на вопросы журналистов. И в завершении напомню, что сразу после нашего выпуска и прогноза погоды вас ждет программа «Пятница» с Анатолием Голя. Сегодня гостем в студии будет дипломат, посол Молдовы в Австрии Андрей Попов, пришедший в большую политику после выступления на митинге 12 апреля 2009 года, через неделю после событий 7 апреля. Насколько актуально сегодня то, что он говорил 6 лет назад? Как видится Молдова из Европы? Как преодолеть политический кризис? Что побудило члену Национального совета Демпартии утром 15 октября написать на своей странице в Facebook «Влад Филат, держись»? Все это и многое другое узнаем буквально через несколько минут. Я же Олеся Коряк на этом с вами прощаюсь. Удачных вам выходных и до встречи в эфире на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова